В прошлом году компания Chery начала выпуск гибридных моделей нового поколения. У них передние колёса приводятся сразу двумя моторами — бензиновым и электрическим. Плюс отдельный электродвигатель установлен сзади. Но главная особенность инновационной системы — трансмиссия DHT, что объединяет бензиновую и электрическую тягу. Это трёхступенчатая коробка передач, в которую интегрированы электромотор и генератор. В системе DHT предусмотрено 9 режимов работы и 11 виртуальных передач. Суммарная отдача двух электродвигателей — 170 сил, а пиковая отдача всей гибридной установки превышает 300 лошадей. Кроме того, в состав бензоэлектрической архитектуры включена тяговая батарея ёмкостью около 20 кВт-часов. Полного заряда этого аккумулятора автомобилю должно хватить на сотню километров пробега, правда, посчитанных по устаревшему циклу NEDC. А общая дальность хода превысит тысячу километров. Неудивительно, что компания декларирует расход бензина менее одного литра. Во время контрольных замеров бензиновый мотор запускается совсем на короткое время. В гибридном режиме машина расходует около пяти литров. У самой Cherry сверхсовременную начинку успел получить лишь флагманский кроссовер TIGA 8 Pro, причём новинку решено продавать не только на родине, но и в других странах. В частности, в следующем году модный гибрид доберётся до России. Не секрет, что главными конкурентами Cherry на нашем рынке стали Geely и Havale. Причём последний берёт силы. У него есть собственный завод в Тульской области, а гамма-модели имеет достаточную ширину, чтобы привлекать самых разных покупателей. И это только начало. Ближневосточная презентация бренда Tank, под которым Havale, а точнее материнская компания Great Wall планирует выпускать суровые рамные внедорожники, обернулась неожиданным признанием. Вездеходы будут продаваться во многих странах, включая Россию. Подробностей не приводит, но появление внедорожников в Tank вполне ожидаемо, ведь концерн Great Wall запатентовал несколько перспективных моделей. В апреле прошлого года дилерам даже показывали первенца. Брутальный полноприводник 300. Какие именно автомобили завезут первыми, доподлинно неизвестно, но логично предположить, что экспансию начнут 300-е и 500-е модели. В Саудовской Аравии, где прошла международная премьера марки, дебютантами оказались именно они.